Майк Омер. Сеть смерти. Глава первая. Мужчиной стоило родиться, хотя бы ради возможности мочиться в бутылку. Таково было убеждение детектива Ханны Шор. На дворе 2016 год, а для женщин со времен Средневековья так ничего и не изменилось. Изобретены телевизоры, микроволновки, кондиционеры, интернет, приложения для знакомств. Но когда ведешь полицейское наблюдение, горе тебе, если ты не мужчина. Только у них есть возможность облегчиться в любой ситуации. Ханна поерзала на сиденье в попытке найти щадящее для мочевого пузыря положение. Хрум. Бернард, лениво облокотившись на руль, неторопливо поедал чипсы и явно не испытывал никаких неудобств. Его, похоже, вполне устраивало сидеть с пакетом чипсов в холодной машине за миллионы световых лет от нормального туалета. Под мрачным взглядом Ханны Бернард вынул из пакета очередную чипсину. Поразительно, как он вообще не толстеет. Очевидно, активный метаболизм. Все худые так говорят. Ничего не поделаешь, у меня активный метаболизм. Будто это болезнь. Хрум. Ханна в очередной раз осмотрела улицу. Местечко было не из приятных, особенно после полуночи. Окрестности освещал одинокий фонарь, в тусклых лучах которого поблескивали непросыхающие лужи. Облезлые дома из красного кирпича опутывал лабиринт труб, проводов и ржавых пожарных лестниц. Через дорогу виднелся грязный переулок с переполненными урнами. Ветер шелестел разбросанными обрывками фольги и пакетов. Патрульная машина стояла в окружении замызганных автомобилей, многие из которых, похоже, давно не покидали своих мест. Какой-то умник не поленился и зарисовать пыльные стекла членами. Вышло так себе. Ханна наверняка справилась бы лучше. Сегодняшняя слежка грозила опять кончиться ничем. «Никаких тебе наркоторговцев, никаких арестов, только напряжение, переполненный мочевой пузырь и...» «Хрум!» Ханна вздрогнула. «Как можно сосредоточиться на наблюдении, когда по духам постоянно хрустят?» «Омерзительный звук. По крайней мере, в исполнении Бернарда. Будто он хочет что-то сказать своим хрустным. Можно подумать, главное удовольствие в поедании чипсов хрустеть как можно громче. Хрум! Бернард!» «Что?» Он напрягся и завертел головой в попытках понять, что привлекло внимание напарницы. «Съешь еще одну чипсину, и я всю пачку тебе в задницу засуну». Бернард недоуменно поднял брови. «Хочешь чипсов?» «Нет». «Ну, смотри, а то хороший соусом цезарь. Очень приятный, сливочный, чесночный вкус. Не хочу я чипсов. Просто сил уже нет терпеть твой хруст. Все же я могу поделать. Хрустеть в природе чипсов — это их неотъемлемое свойство. Чипсы, созданные, чтобы заткнись». Он пришел. Детективы умолкли, напряженно вглядываясь в темноту. Мужчина в вязаной шапке шел по улице, засунув руки в карманы пальто. Ханна всматривалась в силуэт, пытаясь понять, нет ли у него характерной выпуклости под пальто. Вооружен ли он? Кажется, нет. И походкой совсем не напоминает осторожного, опытного наркоторговца. «Даже не знаю», — прошептала Ханна. «По-моему, он не похож на того типа, которого описывал Джей Ди». «Джей Ди – дебил». Удивительно, как он вообще два слова смог связать под таким-то кайфом. Бернард пожал плечами. «В любом случае, какой нормальный человек будет шляться ночью по этому кварталу?» Замедлив шаг, мужчина огляделся. Ханна и Бернард замерли в ожидании. Их «Додж-чарджер» без опознавательных знаков был неотличим от прочих припаркованных автомобилей. И в темном салоне двое детективов могли вести наблюдения, оставаясь незамеченными. Мужчина свернул в переулок, прислонился к стене и закурил. «Вот видишь, можно хоть сейчас брать за прознашатание», — усмехнулся Бернард. «Не валей дурака». Ханна нахмурилась. Сердце нетерпеливо билось в груди. Ей нужен был этот арест. Она чувствовала. Шеф Доггерти и капитан Бейли сомневаются в ее способностях. К тому же месяц назад она облажалась и по ошибке выдала журналистке конфиденциальную информацию о приманке для серийного убийцы. Воспоминания об этом промахе неотступно преследовали Ханну, заставляя сомневаться в своей профпригодности. Однако теперь у нее появился шанс напомнить руководству и себе самой, почему ее повысили до детектива. — Расслабься, — посоветовал Бернард. — Скоро сможем взять его за что-нибудь существенное. — Ага. Ханна вновь поерзала на сиденье. Переполненный мочевой пузырь постепенно заполнял собой все ее мысли. Скорее бы уж явился покупатель. Подозреваемый спокойно курил, и внезапно Ханне тоже нестерпимо захотелось курить. Она бросила три года назад, но все еще мечтала о сигарете после плотного обеда, секса или в напряженной ситуации. А сейчас она сама была напряжена и, к тому же, отчаянно хотела сходить в туалет. Впрочем, к черту туалет! Она будет сидеть здесь хоть до рассвета. Если, уловив краем глаза какое-то движение, Ханна тронула Бернарда за локоть. На улице появился мужчина в грязной, драной одежде. Неуверенной, дерганной походкой он прошел мимо патрульной машины, и в свете фонаря Ханна заметила темные пятна на его сухих губах. Ей доводилось встречать наркоманов, ведущих идеальный образ жизни. Стабильная работа, счастливая семейная жизнь, всякое бывает. Но это был классический нарик. И по внешнему виду, и по поведению. Он подошел к мужчине в пальто и что-то произнес. Тот кивнул. Наркоман протянул скомканную банкноту. Мужчина взял деньги, вынул из кармана небольшой темный предмет и, немного повозившись, вручил клиенту что-то крошечное. «Пошли!» — шепнула Ханна. Они с Бернардом открыли двери машины, и легкого, едва слышного щелчка замков оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание торговца и наркомана. Те оглянулись, заметили детективов и бросились бежать. «Стоять, полиция!» — выкрикнул Бернард, выдергивая из кобуры пистолет. Двое разбежались в разные стороны. Торговец свернул в переулок, а наркоман побежал дальше по улице. Ханна выхватила пистолет и ринулась за торговцем. Ее интересовал только он. У нее за спиной Бернард кричал в портативную рацию, докладывал о погоне. Торговец уже углубился в переулок. На бегу Ханна отметила все потенциальные опасности. В темноте может прятаться сообщник, в узком пространстве не развернуться, по сторонам есть двери, за которыми можно скрыться, и, не останавливаясь, нырнула следом, зная, что Бернард прикроет. На встрече ей с гулким грохотом покатился опрокинутый, и удирающим торговцам мусорный бак. Ханна перепрыгнула бак, едва не поскользнувшись на мусоре, и продолжила погоню. Сзади чертыхнулся Бернард. То ли споткнулся, то ли ушибся, то ли просто выругался. Наглядываться было некогда. Торговец достиг конца переулка, свернул направо и исчез. Как глупо было давать ему столько преимуществ. Следовало лучше спланировать операцию, возможно, устроить засаду на другом конце переулка. Да только кто же знал, что наводка оправдается. Джей Ди нельзя было назвать надежным информатором. Обычно он выдавал непроверенные теории, слухи, подцепленные в шумных барах, и даже собственные идеи, зародившиеся в обдолбанном мозгу. Однако на этот раз информация оказалась верной, и теперь они рисковали упустить преступника. Ханна добежала до конца переулка, свернула направо и с облегчением увидела вдалеке своего беглеца. Он явно был на пределе. Давали о себе знать лишний вес и отсутствие физической подготовки. Ханна уступала ему ростом, зато регулярно тренировалась, и каждую неделю пробегала несколько десятков миль, поэтому теперь дистанция между ними сокращалась стремительно. «Полиция! Лечь на землю!» Торговец тяжело дышал и спотыкался. Конец погони был близок. В этот раз не придется запрыгивать на уходящий поезд или протискиваться сквозь толпу на рынке, опрокидывая ящики с фруктами. Остался последний рывок. Ханна вновь выкрикнула приказ остановиться и с разбегу толкнула беглеца плечом. Он упал и взвизгнул от боли, голосом больше подходящим для двенадцатилетней девчонки, чем для толстого наркоторговца. Ханна навела на него пистолет. «Руки за голову! Быстро!» «Не стреляйте!» — завопил торговец. «Я слушаюсь, слушаюсь! Черт!» Он медленно завел руки за голову. Подоспевший Бернард щелкнул наручниками и вздернул арестованного на ноги. «А покупатель?» — спросила Ханна, переведя дыхание. Бернард покачал головой. «Ну и ладно. Главное, наркоторговца поймали». Бернард ощупал арестованного в поисках оружия и нашел в кармане небольшой контейнер. В свете уличного фонаря блеснули четырнадцать шариков из фольги. Не оторвая взгляда от своей добычи, Ханна глубоко вздохнула и осознала, что все еще отчаянно хочет в туалет. «Зачем было так грубо? Вечно вы, купе! Так, а если я в суд подам, я могу?» «Заткнись, Девин!» — рявкнул Бернард. «Не бегал бы, никто б тебя не ронял. Детектив Шор обычно очень деликатно при арестах наркоторговцев». «Я не наркоторговец!» — запротестовал арестованный. Защитный экран, отделявший заднюю половину патрульного автомобиля от передней, к сожалению, не заглушал его голос. «При тебе было четырнадцать порций наркоты, и мы видели, как ты продал одну клиенту», — парировал Бернард. «Я не продавал, я показывал, и хватит обзывать меня Девином». «Не продавал, конечно. Просто хобби у тебя такое — показывать людям кокаин», — согласился Бернард. «Я обычно хвастаюсь фотографиями детей, но каждому свое». «А что, нет такого закона, чтобы нельзя было показывать?» Бернард бросил взгляд на Ханну. Она вела машину со спокойной улыбкой, и это его порадовало. В последнее время напарница улыбалась редко. Чаще бывало вымотана и раздражена. В свете уличных фонарей на мгновение блеснули ее зеленые глаза. До чего же растрепанная и бледная? Питается ли она вообще? Приятно для разнообразия увидеть твою улыбку, как бы между делом заметил Бернард. «Знаешь, что самое прекрасное?» — Ханну хмыльнулась. «Общественные туалеты. Величайшее достижение цивилизации». «Согласен, замечательная штука. Тебе там явно понравилось. Так долго не появлялось, что я уж думал, утонуло». За окном проносились пустые улицы. В такой поздний час и в такой холод все нормальные люди сидят дома. В машине тоже холодно, а ведь зима еще не наступила. Хорошо бы сейчас лежать в постели с женой под боком, а не разъезжать по городу с наркоторговцем на заднем сиденье. На сегодняшнюю слежку Бернард согласился только потому, что это было важно для напарницы. Ханна всегда погружалась в работу с головой, настолько, что порой за ней было сложно угнаться. А после той истории с Джованном Стоуксом месяц назад стало еще хуже. Бернард не раз говорил Ханне, что она не виновата, но та, как и все прочие женщины в его жизни, не слушала. С того самого дня Ханна все время была на взводе, все время пыталась превзойти саму себя, работая по 80 часов в неделю до полного изнеможения. И Бернард понимал, если так дальше пойдет, придется вмешаться. «По-моему, меня сейчас вырвет», — заявил арестант. Бернард окинул его взглядом. Неровно бритая голова, круглое темнокожее лицо, маленькая родинка на подбородке, уродливый тип. Сам Бернард был весьма симпатичен. Высокий, широкоплечий, темная кожа, густые черные волосы, короткая и ухоженная борода. В детстве все пророчили, что с возрастом он облысеет. Лысыми были его отец, дядя и оба деда. Мысль о неизбежном облысении долго тревожила Бернарда. Однако он вырос, а волосы так никуда и не делись. Родственников, похоже, это возмущало. И они твердили, что однажды он все-таки проснется лысым. Но теперь Бернард серьезно в этом сомневался. «Подъезжаем к участку», — сообщил Бернард. «Поблюешь в камере». «А это что, чипсы с чесночным цезарем?» — поинтересовался арестант, заметив лежащий на полу пакет. «Ага. Они классные». «Согласен, Дэвин». «Можно мне горсточку?» «Нет, Дэвин, нельзя». «Почему вы упорно зовете меня Дэвином?» «Потому что это твое имя». «Меня зовут Майки». «Не заливай. Мы прекрасно знаем, что ты Дэвин Дэркинс». «Дэвин Дэркинс?» — удивленно переспросил арестант. «Это же мой приятель». «Так вы думаете, что я Дэвин?» «А-а-а! Вы не того взяли. У Дэвина гриб. Вот он и попросил меня помочь. Я не ваш клиент. Отпустите меня». Ханна и Бернард переглянулись. Это все усложняло. Ханна стеснула зубы и сердито сверкнула глазами. Бернард вздохнул. «Слушай, Майки, мне плевать. Тебя поймали с четырнадцатью порциями наркоты. Ты, значит, другу помогал? Ну, вот будет тебе наука о том, как не стоит мешать дружбу с наркотиками». «Но вы не того взяли. Ничего. Мы непривередливые». Майки следовало как можно скорее отправить в тюрьму. Однако та была на окраине города, значит, пришлось бы отвезти его туда на ночь и утром приехать снова, чтобы допросить. Перспектива кататься туда-сюда детективов не вдохновляла, поэтому они решили поместить арестанта в изолятор временного содержания, с утра допросить и передать его помощнику шерифа, чтобы тот забрал Майки в тюрьму. Они припарковались на стоянке рядом с полицейским участком, вытащили арестанта из машины и завели в здание. При виде лифта Майки предложил. «А может, лучше пешком?» Детективы промолчали. «Мне в лифтах неспокойно. Однажды я застрял на четыре часа». «Сочувствую», — ледяным тоном ответила Ханна. «Пешком ходить полезно, это спорт». «Ага, по тебе заметно, какой ты спортивный», — парировал Бернард. Они вошли в лифт и поехали вниз, к изолятору. Унылые помещения, где дожидались своей участи пьяницы, проститутки, бандиты и прочие отбросы общества, заливал резкий неоновый свет. Отсюда задержанные отправлялись в тюрьму или на волю, если им улыбалась удача. Сегодня неприятное местечко пустовало. За стойкой, вперившись в мониторы и попивая кофе, сидел Ричи, дежурный офицер. Его верхнюю губу скрывали густые светлые усы. Казалось, он не столько пьет, сколько вымачивает в кофе свою растительность. Бернард с завистью поглядел на дымящуюся кружку у Ричи в руке. Отчаянно хотелось кофе, притом горячего. «Привет. Кто у вас тут?» — спросил Ричи. «Это Майки. Попался на наркоте». «Ясно. У меня сейчас всего один заключенный, так что ваш счастливчик сможет поспать на отдельной койке». Ричи подошел к большой железной двери и принялся возиться с замком, который никогда не открывался с первого раза. Из камеры послышался голос. «Майки, это ты! Руфус!» — радостно откликнулся Майки. «Вот так встреча!» Бернард мысленно фыркнул. Действительно, какое чудесное совпадение. «За что тебя, Майки?» «Да вот копы принялись за Дэвина». «Дэвина Деркинса? Они что, тупые?» «Ты не Дэвин Деркинс. А я про что?» «Ты на него даже не похож. Дэвин-то повыше будет. Ты шатен к тому же». «А я про что, брат? А я про что?» «И татуха у него есть. У тебя-то нихрена нет». «А я о чем, Руфус? Они не того поймали». «Как там, Дэвин? Давненько его не видел. У него грипп сильно болеет». «Бедняга. У меня сестра. На той неделе тоже грипп болела». Ричи наконец открыл дверь, и Ханна втолкнула Майки в камеру, где двое арестованных продолжили светскую беседу. «А ты за что сидишь, Руфус?» «Подрался в пабе». «Да ты что? За такое повязали?» «Ну, ты ж знаешь этих мудаков. Им пустая клетка, что кость поперек горла». Детективы зашли в лифт. «Вот же черт!» — Ханна ударила кулаком о стенку кабины. «Этого только не хватало». «Мы поймали преступника», — Бернард пожал плечами. «Мы поймали не того преступника, который был нам нужен. Проклятый Джей Ди уверял ведь, что на этом самом месте будет стоять Девин Деркинс. Он, мол, торгует там каждый вторник. Дело, мол, верное. Ну, даже наркоторговцы иногда болеют. Мы поймали парня с четырнадцатью дозами наркоты. Кому какое дело до его фамилии? Мне есть дело». «На что нам этот Майки? Какой от него прок? Знает он поставщика?» «Конечно, нет. По-любому. Получил товар от Девина». «Вот же черт!» Лифт остановился. Однако остановить Ханну было не так просто. «Уверена, что его адвокат использует это в суде», — мрачно заявила она. «Наверняка для этого есть какая-нибудь умная латинская фраза. Ваша честь, дело ясно как день, арестум микус вместум Девинум. Твою же мать!» «Ханна, успокойся», — твердо сказал Бернард и пристально посмотрел ей в глаза, наполненные раздражением, отчаянием и усталостью. «Мы взяли преступника. Одним наркоторговцам на улицах стало меньше». Ханна опустила плечи и едва слышно прошептала. «Да». Она резко отвернулась, чтобы скрыть подступающие слезы, и направилась в следственный отдел. Бернард двинулся за ней, сделав вид, что ничего не заметил. Следственный отдел представлял собой средней площади open space с четырьмя деревянными столами, по одному для каждого детектива. У противоположных стен стояли две белых доски. Когда попадались сложные дела, детективы чертили на них хронологию событий, выписывали подозреваемых и отмечали связи, чтобы провести мозговой штурм. Когда сложных дел не было, на досках рисовали карикатурных зверушек и писали записки. Одна доска сейчас пустовала, на другой красовалась надпись «Джейкоб, тебе жена звонила». В дальнем углу стояла картотека, а на ней кофеварка, сокровище отдела. Дверь рядом с картотекой вела в кабинет капитана Бейли. В отличие от других отделов, лейтенанта или сержанта в структуре не было. Шеф Доггерти считала, что капитану полезно работать с детективами напрямую, и того это явно устраивало. Однако Бернард непоколебимо верил в управленческую иерархию и в душе был убежден, что шеф ошибается. Одного Фреда Бейли на всех не хватало, и дела из-за этого порой застревали. Ханна уселась за стол и включила монитор. Бернард зевнул. «Пусть сама составляет рапорт. Если сейчас отправиться домой, можно будет поспать целых пять часов. Ханна, я пойду, ладно? Иди». Тут у нее зазвонил телефон. «Погоди-ка». Бернард поморщился. Так нечестно. Он только собирался идти домой. Детектив Шор слушает. «О, привет, Кэндис». Бернард напрягся. Кэндис работала в диспетчерской. Ханна какое-то время слушала молча, потом взглянула на него. И одними губами произнесла. «Убийство». «Нет-нет-нет», — зашипел он. «Скажи ей, что мы не можем. Скажи, мы только что вернулись после долгой слежки, еще не спали». «Угу», — Ханна записывала что-то в блокнот. «Трейнер Роурд?» «Угу». «Скажи ей, пусть разбудит Джейкоба», — в отчаянии зашипел Бернард. «Рори, вчера всю ночь не спала, я вымотан, я не могу никуда больше». «Да, конечно, мы выезжаем», — ответила Ханна в трубку. Бернард застонал. «Джейкоб расследовал два предыдущих убийства», — строго сказала Ханна. «Теперь наша очередь». Бернард зажмурился, почувствовав мимолетный прилив ненависти к напарницам. А Майкета спит сейчас в своей уютной камере, и никакое убийство его не тревожит. Никакие дети не будят его ревом каждые двадцать минут. А ведь хорошо живется арестованным наркоторговцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова